Мы с вами договорились о том, что на заключительных неделях подготовки к Олимпийским играм будем сверять часы в прямом смысле этого слова, в рабочем режиме. Многое действительно сделано, так скажем, практически всё сделано. Но когда я говорю «практически», это значит, что всё-таки ещё что-то нужно дошлифовать. Основные объекты готовы, проведены тестовые соревнования почти везде. Но, скажем, главный стадион, где должно быть открытие и закрытие, по этому вопросу ещё нужно поговорить повнимательнее и поподробнее, имея в виду, что нужно домонтировать оборудование, нужно провести необходимые подгодавительные работы, нужно самым внимательным образом отнестись к так называемой билетной программе. Мы уже говорили об этом. Следует обеспечить возможность людям из разных регионов Российской Федерации побывать на этом спортивном празднике. При этом исхожу из того, что ценовая политика будет гибкой, даст возможность с разным уровнем дохода побывать на Олимпийских играх. Ну и, конечно, отдельная тема – это подготовка к паралимпийским играм. Нужно сделать всё для того, чтобы паралимпийцы, они у нас не просто мужественные и талантливые люди, но они ещё и звёздные спортсмены. Они у нас добиваются просто выдающихся результатов. И это, кроме всего прочего, кроме внимания к людям с ограниченными возможностями, а их такими, безусловно, и не зовёшь, для нас ещё это прагматичный абсолютно интерес с точки зрения очков, голов, секунд и медалей. Вот это существенная вещь. И мы, конечно, на них очень рассчитываем, а рассчитывая на них, мы должны обеспечить им условия для подготовки и для участия в соревнованиях. Мы вчера посмотрели некоторые объекты, завтра продолжим знакомство с тем, что происходит по подготовке к Олимпийским играм уже на других объектах, уже в Меретинке. Давайте сейчас поподробнее поговорим по всем тем вопросам, которые я задал. Если есть ещё какие-то проблемы, давайте их обсудим. Я не упомянул сейчас про вопросы, связанные с обеспечением транспорта, про функционирование самого города. Надеюсь, здесь краевые и городские власти тоже скажут об этом. То, что нужно в данном случае сказать. Уважаемые коллеги, не только для нас с вами, но, по-моему, для всех наблюдателей, сегодня очевидно, что работа проведена огромная. И проведена так, как мы сегодня это видим, качественно. Насколько это так, будет видно в ходе эксплуатации Олимпийских объектов и инфраструктуры. Надеюсь, что так и будет. Во всяком случае, сегодня это смотрится именно таким образом. И объём понятен, и качество очень хорошее. Разумеется, мы знаем обо всём этом, и я знаю. Но почему я приехал именно сейчас? До Олимпийских игр осталось чуть более двух месяцев. Чуть более двух месяцев. Ещё, как я уже сказал, и вы сейчас это подтвердили, есть некоторые вещи, которые нужно доводить до конца и отшлифовать. Завершающий этап, он всегда при таких масштабных мероприятиях самый сложный. От того, как вы его пройдёте, как мы с вами это пройдём, будет зависеть очень многое в ходе самих Олимпийских игр. Впереди, между тем, у нас новогодние праздники. Новогодние, затем Рождество. Хочу вам сказать, я думаю, что и так это ясно. Для вас Новый год наступит в последний день завершения Паралимпийских игр, 17 марта. У вас Новый год будет 18 марта. И у вас, и у всех, кто работает на Олимпийских объектах. Нужно, чтобы все, кто занят в работе по реализации этого масштабного, я скажу больше, грандиозного проекта, это понимал. Я вот хочу вас настроить именно на такую работу на завершающем этапе подготовки к Олимпийским играм. Спасибо. 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 Спасибо.